Сегодня мы вынуждены начать с оперативной новости. Надежда Савченко уже под арестом. Такую меру пресечения избрал ей Шевченковский суд Киева. Провести за решеткой она может как минимум несколько месяцев. Как сама Савченко отреагировала на такое решение? Кого уже успела оскорбить даже в суде? И сколько всего лет заключения ей теперь грозит в Украине? Знает Александр Васильченко. Дежавю в черной футболке с белым трезубом. Савченко заводят в зал. Она сразу же обращается к журналистам. Через несколько минут начинается заседание. Первое ходатайство о переводе Надежды Савченко из-за решетки на скамью к адвокатам. Судья идет в совещательную комнату. А журналисты просят Савченко прокомментировать видео, которое накануне генпрокурор продемонстрировал в парламенте. После перерыва Савченко выпускают в зал суда. Далее слово дают военным прокурорам. Сторона обвинения уверена. Нардеп может влиять на ход следствия, уничтожить вещдоки и убежать за границу. Поэтому попросили самую строгую меру пресечения. Затем слово берут не адвокаты, а сама Савченко. И уже традиционно объявляет голодовку. Все обвинения в свой адрес депутат отрицает. Говорит, оружие с оккупированных территорий вывозила. Не для подготовки теракта, а для изучения. Мол, проверяла, завозили оружие из России или производили в Ордло. Говорила Надя, как всегда, много и с бровадой. Интересы Савченко представляли три адвоката. Главный акцент делали на процессуальных нарушениях. Мол, слежка была незаконна. Выслушав все стороны, суд снова ушел в совещательную комнату. Думать над мерой пресечения. А сама Надежда паузу использует для выступления перед камерами. Использует зачитанные спичи о недовольстве властью и патриотизме. И грубо ругается с прокурором. Спустя несколько часов, ближе к 7 вечера, выходит судья. Его решение арест на 60 суток без права внесения залога. По статьям, которые инкриминируют Савченко, грозит высшая мера. 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Сергей Ведмить. Подробности недели, телеканал Интер.